всем привет дорогие друзья сегодня 22 марта воскресенье и мы с вами сейчас на машине не выходя из машины покатаемся по улице алани и в конце поедем на пляж улаж чтобы чуть-чуть подышать морским воздухом и полюбоваться морем ну а сейчас приглашаю вас вместе с нами прокатиться по улицам алани по центру и посмотреть что же там происходит сейчас мы едем по так называемой улице 35 метров по большой объездной дороге и сворачиваем в сторону хаджета на хаджете у нас находится воскресный рынок на который мы обычно ходим по воскресеньям покупаем фрукты овощи и так далее сейчас какая ситуация в стране всем говорят сидеть дома вышел указ людям свыше 65 лет выход на улицу запрещен и те кто его не слушается люди старше 65 а также с хроническими заболеваниями штраф выше 3000 лир рынок воскресный как я вижу вдалеке работает работает на рынок мы не пойдем потому что ну как-то не очень хочется рисковать но вы видите народ на улицах к сожалению многие свыше 65 ослушались этого предписания точнее в зоне риска находятся люди старше 65 с хроническими заболеваниями когда государство рекомендовала всем сидеть дома пожилые люди конечно же выходили на улице в чайные сидели на лавочках в парках и в связи с тем что люди не слушались этого предписания оставаться дома муниципалитеты сначала убирали все лавочки то есть убрали все лавочки из парков либо оградили их чтобы народ не мог сидеть но люди все равно не оставались дома особенно пожилые люди выходили на улицу пили чай и играли в нарды просто сидели на лавочках общались и муниципалитеты были вынуждены сначала их просить отправиться по домам но в итоге вчера 21 марта с точнее 22 марта с часу ночи пожилым людям людям старше 65 и с хроническими заболеваниями запрещено выходить на улицу штраф 3150 лир но пока мы с вами едем к центру я никакой разницы сейчас не вижу от обычной ситуации на дорогах потому что именно этой дорогой мы ездим всегда в офис то что касается нас мы сидим дома точнее работаем дома и как я уже говорила выходим на улицу только по необходимости сходить магазин либо для того чтобы сесть в машину просто проехаться сменить обстановку и обратно домой никакие кафе рестораны посиделки с друзьями встречи ничего этого мы не посещаем и не организуем сколько продлится эта ситуация друзья мы не знаем во всем мире ситуация одинаково поэтому следите за новостями как я уже сказала только официальные источники могут дать достоверную информацию если говорить о магазинах как вы видите магазины все закрыты кафе рестораны магазины парикмахерские салоны красоты магазины я имею ввиду частные магазинчики магазины супермаркеты которые типа шелка бима и так далее конечно же они все работают и некоторые магазины специально для пожилых людей с 8 до 9 утра выделили время в которое только они могут приходить за покупками сейчас мы на пятничном рынке подъезжаем к пятничному рынку и сейчас проедемся с вами по пятничному рынку ну и конечно же по улице ататюрка айхан говорит что все магазины закрыты но сейчас посмотрим кто работает кто не работает вот например магазин где продают специи открыт маленькие лавочки открыты все остальные магазины закрыты кроме конечно же аптеки честно вам скажу никакой разницы от обычной ситуации я не вижу только меньше людей и многие магазины закрыты а так машин на улицах меньше конечно же меньше вот вы видите на парковке мало кто припаркован магазин роя кундура открыт пятничный рынок многие маленькие магазинчики закрыты конечно же даже немногие а большинство рестораны закрыты большие крупные сетевые магазины типа лс вайкики де-факто котон тоже закрыты и все кто хочет делать покупки их приглашают делать покупки онлайн если людям необходимо сделать покупки продуктов то магазин например шок вот магазин шок перед нами они все открыты кто-то закрыт кто-то открыт но конечно же предписание всем находиться дома и закрывать рестораны и магазины вот вы видите все рестораны закрыты и конечно же я считаю что лучше находиться дома пересидеть деньги это важно но здоровье всегда всегда важнее сейчас мы с вами поедем на центральную улицу на улицу ата тюрка и проедем по всей улице ата тюрка по пляжу клеопатры вплоть до улажа вот например магазин кип тоже закрыт маленькие магазинчики все 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 закрыты по сторонам вы можете видеть конечно же вся эта ситуация сказывается и на туризме и на торговле и на экономике но это не только в турции это в принципе во всем мире и я слежу например за ситуацией тоже во всем мире смотрю видео из разных стран из россии из европы из соединенных штатов америки и вчера смотрела видео одного из блогеров из сша который живет в нью-джерси и также ездить на машине и делает видео о том что происходит мы его в нью-йорке так представляете центральные улицы нью-йорка пустые ни одной припаркованной машины ни одного практически человека нет и всем тоже дано предписание сидеть дома улицы пустые для нью-йорка это конечно что-то не бывало и потому что нью-йорк один из по моему на втором месте по популярности туристических городов и там пусто всем сидеть дома все на карантине магазины рестораны кафе конечно же все закрыты и конечно же бизнес бизнес страдает несмотря на то что правительство выделяет фонды например с 1 апреля по июнь по моему на три месяца снижен ндс с 18 до 1 процента повышена кстати минимальная пенсия раньше минимальная пенсия составляла порядка тысячи лир сейчас она составляет тысяча пятьсот лир то есть на 500 лир повысили минимальную пенсию выделен фонд для компаний выделен фонд поддержки также есть налоговые послабление послабление но в общем очень много послаблений правительство сделала для бизнеса и конечно же министерство здравоохранения каждый день информируют граждан министерство здравоохранения каждый день сообщает о том что происходит в стране какая ситуация какая ситуация какая ситуация как развивается вся эта эпидемия ну вот вы видите магазины магазины все магазины закрыты закрыты и и вчера с 18 00 было предписание для салонов красоты и для парикмахерских также также прекратить работу вот он наш пятничный рынок все магазины все магазины закрыты закрыты обменники людей на улицах практически нет и как я уже сказала большие сетевые магазины тоже закрыты типа лс вайкики и другие крупные марки рестораны пустые общественный транспорт ходит но общественным транспортом конечно же тоже не советуют пользоваться плюс в стамбуле пользование общественным транспортом упало практически на 50 процентов это центральная улица улица татюрка магазины ну вот росман например открыт банки закрыты магазины одежды закрыты кафе рестораны все закрыто заправки конечно же открыты потому что необходимо покупать бензин это понятно ну а если говорить о ситуации в туризме в экономике и друзья по всему миру одна и та же ситуация и малые фирмы конечно же все обеспокоены посмотрите только что я вам рассказывала про штаты там такая же ситуация кафе рестораны закрыты все несут убытки и конечно же многие говорят о том что месяц мы как-то еще протянем а потом могут начнет начаться большие проблемы не только у бизнесов но и в экономике в мировой экономике сейчас мы стоим на светофоре на ата тюрке и как вы видите машин совершенно нет вот проезжает одна машина машина машины только припаркованные людей на улицах пару человек некоторые обменники открыты сегодня кстати очень теплая погода жаркая погода и мы сейчас едем в сторону пляжа клеопатры выходить на улицу на пляже клеопатры я вам не я не буду я вам покажу издалека из машины ну а уже на улаши мы выйдем и полюбуемся морем на улаши я думаю там никого никого сейчас нет особенно в том месте куда мы едем если говорить о гостиницах некоторые гостиницы открыты некоторые гостиницы закрыты и опять друзья если у вас куплен тур в Аланию если у вас куплен билет зарезервированные отели и так далее многие задают мне вопрос что делать что будет к сожалению я ответ вам на этот вопрос не дам и не могу дать пожалуйста следите за тем что говорит правительство вашей страны и турецкое правительство информации в интернете очень много обращайтесь в ваши турфирмы и в ваши авиакомпании а также в гостинице если вы просто бронировали гостиницу вот мы на Клеопатре ну кстати здесь народ гуляет народ гуляет что происходит на пляже мы не видим но я думаю что если народ гуляет на набережной то на пляже тоже кто-то есть ну а если очень хочется выйти на улицу а мне конечно же хочется держать вас в курсе и поснимать для вас то нужно садиться в машину и ехать в максимально пустынное место точнее не в максимально а в пустынное место где нет вообще никого куда мы сейчас и едем вот так вот у нас выглядит пляж Клеопатры кстати друзья знаете какая у меня мысль возникла когда я смотрела например видео из Нью-Йорка или из других городов из европейских городов там все очень кажется грустным все таким серым почему и сейчас я поняла почему у нас в Алане здесь солнце зелень поэтому улицы не кажутся такими пустынными грустными и печальными потому что все таки зелень солнце и это как-то так поднимает настроение добавляет красок а там конечно же кажется все таким грустным серым и печальным сейчас весна много цветов много новой зелени и поэтому вот так вот проезжая по городу кажется что ну вроде бы как все было так и осталось все как было так и осталось в плане природы, погоды ну а по всем остальным пунктам конечно же вы все сами прекрасно понимаете сейчас мы выезжаем из Алани точнее из центра города с Клеопатры и едем в сторону туннелей в сторону Улаша где мы с вами выйдем все таки из машины сегодня кстати нереально жаркая погода потому что последние 3-4 дня было очень холодно ну 10 градусов наверное было точно и несмотря на то что было солнце был такой холодный ветер но сейчас выйдем из машины посмотрим есть ветер или нет может быть около дома мне показалось жарко а сейчас здесь на открытом пространстве будет ветрено да друзья все таки в Алани у нас не так печально солнце, зелень, море, горы и это как-то разбавляет такое печальное настроение настроение неизвестности но я призываю вас всех не паниковать и думать только о лучшем сейчас мы подъехали к порту Алани где стоят яхты яхт Лиманы здесь можно развернуться и отправиться в небольшой парк где как раз находятся большие буквы Алани многие из вас эти буквы знают многие из вас там фотографировались сюда можно также доехать на автобусе 1 по-моему 101, 2 в общем на автобусе 1 точно сюда можно доехать и развернуться на нем и выйти около этих букв или выйти около порта и дойти пешком вот по этой дороге это занимает не так много времени сейчас посмотрим есть там люди или нет но я думаю что там в принципе то никого не должно быть нет народ есть здесь пару человек но народ гуляет смотрите ездят на велосипедах мы приехали в район Улаш здесь ну пару человек было на дороге пока когда мы проезжали вы видели ну а так конечно же никого нет но в принципе здесь и в обычное время практически никого не бывает летом здесь жарко зимой ветрено ну в межсезонье тоже ветрено поэтому здесь практически никого не бывает и мы выбрали приехать сюда друзья на самом деле на улице жарко но я в куртке потому что еще с конца февраля я простывшая меня продуло в Стамбуле когда я была в конце февраля и до сих пор я не оклемалась ну в общем лучше от ветра мне спрятаться ну что давайте с вами пройдемся полюбуемся красивым морем пейзажами ну и даже не знаю что сказать хочется конечно же чтобы все это скорее закончилось но никто не знает поэтому берегите себя и будьте будьте здоровы мы сейчас находимся на самом въезде в Аланье вы видите 322 тысячи человек у нас уже проживает в Аланье и отсюда кстати открывается одна из самых красивых панорам на город мне всегда а вот видите пару человек на пляже есть мне всегда очень хочется приехать на этот пляж летом и поплавать здесь мне кажется дно очень каменное не знаю выглядит красиво но насколько это удобно в плане плавания не знаю потому что мы были здесь недалеко на таком каменном пляже и мне совершенно не понравилось ну а выглядит посмотрите как красиво просто шикарно море прозрачное волн практически нет солнце светит но вода сейчас порядка наверно двадцати двадцати градусов здесь у нас вот такая вот площадочка с тренажерами где можно тоже позаниматься здесь есть недалеко пара отелей ну такая набережная она всегда спокойная и в летнее время ну и тем более сейчас в межсезонье здесь очень и очень спокойно сейчас я буду идти по дороге поэтому простите за шум ездят машины кстати у нас расцвела мимоза и постепенно все цветы оживают расцветают не забывайте не забывайте о том что у нас есть группа на фейсбуке где мы делаем прямые эфиры ссылка в описании где очень много фотографий из Алании в общем очень много всего поэтому заходите в эту группу и смотрите прямые эфиры фотографии видео и так далее вот цветочки распустились очень красиво бабочки летают и да друзья на самом деле от того что здесь у нас так зелено ярко и красиво все кажется не так грустно но вот кто-то на велосипеде приехал можно прям часами здесь стоять и наблюдать за морем очень красиво расскажите напишите как вы проводите свой карантин смотрите мое прошлое видео о том где я рассказывала чем мы занимаемся на карантине но кстати друзья наша привычная жизнь ничем не отличается на самом деле от жизни на карантине потому что я всегда работаю за компьютером компьютер интернет это моя жизнь помимо того что естественно всю информацию мы получаем из интернета но и моя работа тоже происходит в интернете общение с клиентами общение с нашей командой это все все онлайн поэтому мы к этому привыкли ну сейчас единственное что ты не выходишь куда-то там в ресторан в кафе но это тоже для меня не очень важно поэтому походить свободно поснимать по улицам не получается но как говорится все это дело мы переживем мы пришли подошли к буковкам Аланье лавочки как вы видите здесь не убрали хотя в очень многих местах лавочки собрали но поскольку здесь такое место далекое и сюда мало кто дойдет то лавочки конечно же здесь стоят ну народ катается на великах вот деревья листья постепенно распускаются в общем весна во всей своей красе и еще раз покажу вам вид на гору на крепость и по всей протяженности этой трассы очень много вот таких вот пустынных пляжей но конечно же они пригодны для купания но они очень неудобны потому что заходить по камням и ходить по камням тоже неудобно айхан что там рассказывает в прямом эфире заходите тоже подписывайтесь на нашу группу и мне кажется пора ехать домой а то что все так вот такая вот небольшая прогулка друзья будьте здоровы подписывайтесь на наш канал ну и конечно же следите за всем самым интересным о жизни отдыхе и бизнесе в Турции пишите ваши комментарии и вопросы мой телефон ватсап в описании к этому видео будьте здоровы всем всего хорошего и пока-пока